Неутомимый землекоп, который создает сложную систему тоннелей длиной в десятки метров. Подобное мастерство требует немалой энергии, и этот хищник отличается невероятным аппетитом. Поэтому, несмотря на тихий нрав, он не потерпит конкурентов. Привет, друзья! Вы на канале Время с Пользой, и герой сегодняшнего выпуска – обыкновенный барсук. Барсук – типичный представитель семейства куньих, который в размерах заметно превосходит большинство родственников. При длине тела до 90 см масса хищников может превышать отметку в 20 кг, но в среднем их вес чуть более 10. Эти животные встречаются почти на всей территории Европы, а также в Западной и Центральной Азии, где чаще всего выбирают смешанные и таежные леса. Барсуки – довольно осторожное животное, и увидеть их совсем непросто, ведь обычно период активности приходится на ночное время. Маленькие глаза не наделяют барсука хорошим зрением, поэтому во всех делах он полагается на развитый слух и еще более продвинутое обоняние, которое более чем в 500 раз превосходит человеческое. И это неудивительно, ведь именно нос становится главным инструментом при поиске провизии, который барсуку требуется ну очень много. Невзирая на чрезвычайно плотное телосложение, этот хищник может бегать со скоростью в 25 км в час. Но на бег он переходит лишь в крайнем случае, ведь запас выносливости быстро иссякает. А значит, с запроворными мелкими млекопитающими хищнику не угнаться. Поэтому основной добычей становятся многочисленные подземные обитатели, такие как дождевые черви и личинки насекомых, которые всего за одну ночь поисков могут поглощаться сотнями. Толстые тупые когти превосходно справляются даже с твердым грунтом, а треугольная морда без усилий проникает в выкопанные ямы, чтобы извлечь обнаруженную добычу, которая методично измельчается крепкими зубами. При этом обход владений часто происходит по одними тем же тропам, ведь барсук – нелюбитель тратить энергию, и выбрав наиболее богатые добычей места, хищник исследует их волшебным носом снова и снова. В отличие от американского родственника, способного устраивать разборки с превосходящими в размерах соперниками, европейский барсук имеет более спокойный нрав. Но при виде лёгкой добычи ничего не мешает ему как следует проучить конкурента. Может показаться, что зверь молча уступил лисе своё место. Но выбрав удобный момент, он задал сопернице такую трёпку, что та уже вряд ли рискнёт приблизиться к чужой еде. Посягательство на убежище также может стать причиной агрессии, ведь барсук не любит незваных гостей. Но, что удивительно, иногда в так называемых вековых норах с множеством выходов барсуки мирно соседствуют с лисицами. Норы животных заслуживают отдельного упоминания. Являясь превосходными землекопами, хищники могут копать тоннели до 5 метров в глубину и до 30 в длину, что в итоге превращается в целую сеть подземных ходов, способную защитить от большинства незваных гостей. Порой такие жилища могут существовать десятки лет и быть домом для нескольких поколений, со временем обрастая всё новыми ответвлениями с дополнительными входами. Днём барсуки ведут себя более осторожно, и каждый выход из норы сопровождается тщательным изучением обстановки. Животные, обитающие в прибрежной зоне, не боятся замочить длинную шубу и активно пользуются водными угодьями для поиска пищи. Неудивительно, что здесь основным объектом охоты становятся лягушки, не способные вовремя покинуть опасную зону. При этом хищник предусмотрительно пытается снять кожу, зная, что похожие на пойманный объект джабы обладают ядовитыми железами. Отменной добычей здесь становится и рыба. Но в отличие от дальней родственницы выдры, обладающей исключительными навыками рыбалки, барсук не слишком проворный пловец, и ему удаётся насладиться лишь случайным трофеем. В отличие от большинства куньих, барсуки очень социальное животное, и при обилии корма они могут жить целыми семейными группами, где царит взаимовыручка. Ведь это очень чистоплотное животное, которое после сна всегда приводит себя в порядок. И вместе с тем они метят друг друга, ведь отношения с соседними семьями чаще всего не самое тёплое. При этом у каждого клана есть свои охотничьи угодья, за пределы которых выбираться не рекомендуется. Однако в восточной части ареала большинство хищников ведут одиночный образ жизни, что также имеет свои преимущества. Ведь при успешном промысле не приходится делиться. Когда ночи становятся холоднее, а дни короче, барсук начинает усиленно питаться, чтобы к холодам накопить как можно больше жира. И за короткий период его вес может увеличиться почти наполовину. В это время в дело идёт не только животное, но и растительная пища, и особую ценность представляют яблоки. Ведь осенью на их добычу не нужно тратить сил. Зимнее время провождения барсука нельзя назвать спячкой в полной мере. Ведь в отличие от медведя или ежа, время от времени этот хищник просыпается, чтобы употребить заготовленные запасы. А иногда даже покидает убежище. Во время зимнего сна сердцебиение зверя не замедляется. Однако обмен веществ становится менее интенсивным, что позволяет экономить драгоценную энергию. Сложная сеть тоннелей становится безопасным местом для выведения потомства, и обычно у самки появляется 2-3 абсолютно беспомощных малыша, которые, в отличие от других куньих, развиваются не так быстро. Но уже в возрасте 2 месяцев они активно исследуют мир вместе с матерью. В столь юном возрасте зверьки очень уязвимы. Из-за медлительности они могут стать жертвой лис, рысей или крупных хищных птиц. Поэтому мать всеми силами пытается уследить за непослушными подростками, раз за разом возвращая их в безопасное место. В трёхмесячном возрасте детёныши уже вполне самостоятельны. И хоть юные охотники всё ещё находятся под присмотром матери, они уже умело добывают пищу своими силами. Ведь пару месяцев спустя каждый пойдёт своей дорогой. Барсуки играют важную роль в местной экосистеме, поедая большое количество беспозвоночных, а также меняя ландшафт масштабным строительством тоннелей. При этом у взрослых особей почти нет естественных врагов. Поэтому за счёт высокой плодовитости, надёжных укрытий и всеядности, эти удивительные хищники процветают почти на всей территории обитания. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!